друзья приветствую опять у меня сейчас поздний вечерний выход я наверно специально такое время подбираю чтобы как можно меньше людей тут было я не пугалась у меня сегодня запись 6 серии про психосоматику разбор и 6 серия будет посвящена зрению прозрению близорукости дальнозоркости напомню кто там не следит за мной на ютюбе или там в телеграме где все серии уже опубликованы мы разбирали аллергии астму мужскую силу проблема с потенцией и кстати у меня отдельно здесь глава потенцией сниженном тестостероне и это будет уже наверное 7 серия вот сегодня просто не влезет я постараюсь только зрение разобрать почему падает зрение и я разбираю не внешние причины соответственно только внутренние то что нам психосоматика говорит вот ну давайте прозрение очень сильно а еще момент да кто первый раз попал не поймет к чему я что я читаю у меня был разбор заказаны по здоровью я часто пишу разборы по психосоматике когда у меня заказывает человек свои болезни пишет перечисляется болезнь своих детей там жены или мужа или мамы папы близких то есть берет все семейные болезни скопом потому что сигналы тела не только наши нам что-то сигналят но сигналы тела близкого окружения на близких подступах нам тоже сигналят определенные сигналы вот вообще все болезни вокруг людей на все сигналит ну чем дальше круг до тем на дальних подступах где-то там маячит не сильно влияет пока на нашу жизнь но когда мы пропускаем сигналы этого мира и что мы пытаемся себе сказать эти болезни подступают все ближе и ближе а болезни близких детей и особенно животных говорит о том что эти близкие настолько вас любят что они просто забирают ваши болезни вот допустим животные кошечки собачки и птички они вот прям я не знаю если вдаваться в мифологию то эти животные вообще созданы были для лечения людей и они забирали болезни раньше ну я считаю что и сейчас они это тоже самое делают так что если у вас болят ножки ручки хвостики у животных лапки то причина вас ну все давай эти прозрение мужчине я разбирала что у дочки проблема со зрением с астмой с аллергией и у него тоже зрение низкий тестостерон лишний вес кстати вы лишний вес тоже я в следующей 7 серии сделаю лишний вес том что он чуть-чуть у меня тут написано и гипофиз проблему разбирала в общем сегодня зрение так всегда так бабушка говорила про то что кошка приходит ложится лечить да кстати мне тоже мои родители и бабушки дедушки говорили сейчас я со всеми поздороваюсь хейнели привет раджит мне мой бывший со шри-ланки привет передает блин уже не виделись лет 7 зовет обратно поехала я в 2014 году 10 лет назад на шри-ланку вот и прожила там полгода в очень богатой семье мой парень ланкиец он был темненьким цвет кожи вот закончил оксфорд крутой парень но я сбежала от скуки с этой шри-ланки потому что жить в джунглях мне надоело я у каждое утро просыпалась и у меня извините что психосоматику отложила две минуты хочу прикол рассказать каждое утро просыпалась там был огромный дом джунглях и большие плантации вокруг дома они выращивали корицу и поставляли ее в другие страны вот между крышей и стенами зазор вот такой вот то есть ну круглосуточное лето круглогодично и там нету стыка между крышей и стенкой дома так построены что постоянная вентиляция каждое утро просыпалась и вот на вот этой как жердочке будто сидели обезьяны на меня смотрели каждое утро не было очень страшно и раз в неделю примерная выходила на порог и там стояла вот такая кобра у меня я не знаю а может одно stories осталось где-то на youtube я закидывала вскрытых на найти короче открывая дверь на пороге стоит кобра свиняростом с таким вот капюшоном это конечно страшно было они же там даже муравьев не убивают в общем мой парень раджет который сейчас поздоровался блин круто он его с отцом каким-то образом палкой руками в банку большую поймали отвезли в лес выпустили эту кобру и так было много раз скорпионы постоянно там бегали по дому еще черный здоровый и желтый оранжевый я боялась короче я там жила как на пороховой бочке идешь благо там цивилизация туалет ванна все было в доме нормально вот но ты даже по дому идешь по первому этажу а там просто этих странных насекомых просто вот и не станет отсюда вот по локоть вот такая сороконожка бежит какие-то как вы уже ладно извините что я прервалась так первый раз зашла посмотреть ваши эфиры прямо на самую актуальную тему по сороконожек и обезьян все хорошо дорожать зрение что нам говорит психосоматика я мужчине пишу очень сильно что-то хочешь в жизни своей видеть сильная потребность это надо это надо а вот то что уже есть вокруг до нас глаза бы этого не видели и постоянно чертыхаемся мы над этим то что не хочется что-то видеть вокруг себя не хочется замечать какие-то проблемы лишения мы боимся посмотреть правде в глаза то что там дома грязно или там что-то не можем себе позволить то есть мы отрицаем все что вокруг нас маячит и блин извините я хочу ржать я вспоминаю этих обезьян несложно сори блин сейчас скажете он или крыша поехала я просто тут в астралию собиралась такая же картина мира но в итоге все-таки остановилась на великобритании не будет у меня змей так маска разлетел от кофе и обратно так все продолжим принятие сильно хромает и выше я как раз об этом закидывала удочки когда я рассматривала астму и предыдущих сериях вот про принять это много говорила не буду заострять внимание в общем на самом деле нет я заострила здесь внимание сорян принятие это наша женская энергия то есть ты сильно блокируешь желание женской энергии же желать желание желаешь не принимать и не искать причины для чего ты все это создаешь вокруг себя пытаешься избавиться от того что считаешь ненужным но в жизни нам нужно все и иначе бы мы это не создавали то есть все что у нас вокруг есть нам надо принять что это мои желания что я на самом деле вот все что я сейчас вижу недостаток болезнь грязь абьюз какие-то токсичные отношения безработицу что угодно вот все что вы там не хотите принимать надо это признать что я это создаю своими желаниями зачем-то я этого хочу вот но мы пытаемся избавиться от всего ненужного отрицаем что мы создаем и то есть это не хотим видеть дальше зрение еще очень часто падает от таких страхов сильных остаться без денег страх лишиться денег и не знаю большой самый процент ухудшения зрения это вот беспокойство о деньгах но деньги это лишь проекция какого-то обмена перемен на подсознательном уровне наша душа боится лишиться не денег а перемен почему деньги равно перемены посмотрите мою книжку она бесплатно треть книги или даже половина в аудио формате в текста вы можете бесплатно скачать посмотреть послушать вот деньги это перемена то есть мы подсознательно на самом деле боимся все лишиться не денег а перемен но при этом мы ничего не делаем чтобы пойти в эти перемены мы при этом сознательно делаем все что туда не идти им сознательно пытаемся и стремимся к этому комфорту а комфорт это обездвиживание комфорт это когда мы максимально баррикадируемся от всего что может нас тронуть каким-то образом просочиться к нам какие-то невзгоды то есть мы пытаемся вот этим комфортом все время стремимся к комфорту до чтобы себя максимально ограничить вот и остановиться душа боится то есть чем больше вы хотите комфорт тем страшнее ей остаться без этих перемен без вот этого движения без вот этой новизны постоянно постоянно что-то чтобы творилось и ваша жизнь была вот такая вот мы этого боимся то нам нужно чтобы все понакатаны все ровно все понятно все ограничено все вот прям детализировано мы все это знаем все умеем никуда не двигаемся сидим спокойно и дышим душе больше всего страшно именно это и когда нам страшно внутренне лишиться вот этих перемен то сохраню конечно эфир вот он нам рисует понятный для нас образ потому что перемены олицетворяют деньги и поэтому нам кажется что мы боимся лишиться денег на самом деле не денег мы боимся лишиться вот нет перемен что это это остановка остановка равно смерть нам очень страшно встретить смерть страшно что-то делать идти в перемена вдруг там смерть при этом мы не идем в перемену и мы смерть этим сами и притягиваем то есть комфорт притягивает смерть ребят такой замкнутый круг чтобы выйти за рамки надо перестать естественно боятся смерти проработать эту тему и начать идти в перемены в движение именно в движении смерти нет ну а движение и и смерть с остановкой она никак не пересекается то есть если движение то движение правильно это не смерть это остановка соответственно нужно двигаться но мы максимально баррикадируемся чтобы не двигаться максимальный комфорт вот чтобы все вот было понятно и рассмотреть этот вопрос насколько ваши вот эти противоречивые желания встречные то есть я хочу жить но я не хочу жить я не хочу идти в смерть но при этом я осознанно выбираю остановку я не хочу перемены но при этом я хочу перемены стихать одновременно у вас вот вот этот диссонанс ваше желание постоянно в конфликте находится внутренние конфликты постоянные несостыковки эти они во вне как в кино отражают внешне вот эти конфликты несостыковки у нас внешние проблемы от внутренних проблем чем больше борьбы внутри противоречивых желаний тем внешней борьбы вот этой вот прямо пропорционально много больше не знаю как еще можно примерно сказать но в принципе разными словами одно и то же сказала рассмотрим близорукость то есть мы видим вблизи хорошо а далеко плохо то есть мы ко всему уже вокруг себя присмотрелись и недальновидны не просчитываем широко и надолго то есть выводы делаем слишком опрометчиво узкое сознание мы узко мыслим над жизненными мелочами то есть не видим более объемно в далеко не смотрим вдаль мы смотрим вот вокруг себя только вот очень узко очень шаблонно можно так сказать да часто мы не видим картины целиком быстро делаем выводы и упрямо за них держимся не сопоставим не сопоставив противоположные стороны этой медали то есть отрицаем половину этой медали то есть отрицаем целое то есть мы одну часть какую-то увидели со своей точки обзора да с другой стороны не хотим видеть более масштабно вот пример такой вы считаете что помощь это хорошо и начинаете помогать потому что ну как жалко человека бедный несчастный вот но если масштабно посмотреть мы у него отбираем возможности до самому что-то сделать достичь и он привыкает постоянно что ему все помогают и у него отбираются ресурсы просто даже самому себе помочь потому что он не понимает как это сделать ему не дают возможности ему помогают вот мы может быть со своей помощью очень часто отбираем у человека шевелиться да и он со временем уже потом действительно становится беспомощным то что уже даже не знает что делать вот давно не смотрел твои эфиры соскучилась я тоже соскучилась по вам смотрите ну в телеграме сейчас все виду в основном эфиры да и у меня youtube и телеграм в инстаграм я не выходила уже сто пятьсот лет но решила сейчас сюда позаписывать то что тут маска красивая я одеваю маску не надо краситься то что если не накрашусь никто не пишет нормальные комментарии все пишут что на или картинка должна быть красивая соответствую если выходишь в эфир эту то ты должна быть ухоженной и красивой нарядный и опрятный вот это чтобы хвоста в пижаме заспана и так далее некрасиво тут фу мы смотреть не будем ну то есть как бы нам извините его важна внешняя картинка ну окей ладно нужно так вот я решила в телеграме выходить хоть маску одел и и все накраситься для меня это просто пресс не хочу химию накладывать найти а когда я выхожу настоящий который я себе больше нравлюсь прошу в маске я смешно я смотрю на себя вот ну что-то не то я все очень радость но люди хейт прям включают поэтому вот решила в телеграм честно открыто вам говорю вот такие дела иду на поводу большинства но а иначе как вас заставить слушать меня ладно так все на близорукости дальше продолжаем близоруким людям очень сложно принимать материальную действительность как она есть то есть ее вообще вот не принимает что вот происходит все надо переделать это недостаточно хорошо вот это недостаточно правильно вот тут надо делать вот тут надо переделать они вечно все доделывают и переделывают не не искать не удовлетворены постоянно жизнью то есть все им не так неприятности обычно близорукие люди также отмахивают от себя стараются их не замечать быть на позитиве кстати эти люди больше всего любят позитивную там психологию вот и с тем самым глушат сигналы своего тела тренируют такое некое бесчувствие не хотят признаваться в себе что что-то пошло не так то есть они не принимают что что-то пошло не так не принимают материальную действительность не хотят ты имеете у них якобы все хорошо хотя там нифига не хорошо вот но не закрывает на это глаза вот пожалуйста закрывает глаза закрывать свое зрение падает зрение на физике они закрывают глаза что вот нет и так все будет хорошо то есть не признают что да мне больно я сижу на гвозде надо стать с гвоздя нет они будут сидеть плакать на гвозде на горит ну не все хорошо сквозь зубы улыбаться вот это примерно такой вот характер у людей естественно как это все решать часто вопрос задают ну вот я понимаю прочитала психосомантику там в интернете что там рука болит то что я чё-то не делаю нога болит то что я куда-то не иду глаза там мои валят и не видят то что я не хочу что-то видеть что дальше делать как что блин прямым текстом меняться да менять свои привычки образ жизни образ мыслей то есть если я говорю сейчас что мы не хотим смотреть на мелочи мы отмахиваемся стараемся не замечать проблемы то соответственно надо поменять на противоположное начать замечать проблемы и признавать их и говорить да у меня проблема да мне больно из-за того что там какой-то арбузер меня дома обижает да мне больно да мне неприятно сказать ему то есть не закрывать на это глаза и не оправдывать его да да сесть и как взрослые нормальные люди поговорить но либо мы расходимся ли либо меняемся что еще но не сидеть не терпеть то есть если ты хочешь быть без зрения то ты будешь терпилой вот вернее если ты хочешь быть терпилой ты будешь без зрения оборот то есть нужно признаваться себе что вас что-то задевает что вам что-то не нравится даже высказывания вслух многих проблем все равно внутри эти люди могут не видеть проблему то есть даже они ее озвучили но внутри считает все равно хорошо и так пойдет то есть они настолько бесчувственно привыкли уже к тому что вокруг все плохо ну то есть нет денег как вот знаете вот у некоторых такое не жили дорого богатые нечего начинать почему нечего начинать а ты попробуй ты попробую и развить свои какие-то навыки дополнительные курсы какие-то сделать повысил квалификацию внедри какие-то технологии которые увеличат количество твоего свободного времени при этом за единицу твоей сделанной работы ты будешь производить как сократив время производить больше то есть сделай свой но свое время более эффективным какой-то тайм-менеджмент пройти или еще что-то то есть не надо закрывать на все глаза люди не тяжело работать и все и ничего с этим не делать но возьми купим другую лопату электрическую вот если такой махать тяжело то есть таким людям обязательно нужно сделать какие-то выводы но они могут сделать выводы и что менять жизни только того как признают что все заколебался где тяжело так работать я хочу по-другому там не тяжело тащить на себе нашу семью я хочу по-другому то есть когда признаются о своих проблемах сидят и задают себе вопрос как я могу это решить вот если вы не знаете как это решать то есть очень много людей вокруг вас которые точно знают и каждый любит советовать другим посоветуйтесь посоветуйтесь все вам знаете сколько всего расскажет вы просто не представляете но никто не рассказывает так как вы молчите дальше так так с одной стороны хорошо когда люди с близорукостью и ну или не только с плохим зрением вот не видят проблемы и живут на позитивном мышлении да позитивное мышление но действительно работает это классно это лучше чем сидеть и ныть но с другой стороны непризнание всех этих неприятностей которые существуют вокруг вас которые надо решать заикаюсь уже надо решать это не признание своего же творчества что вы это сотворили для чего-то что эти проблемы вам для чего-то нужны то есть это ваше творчество это вы творите эту реальность это вы сделали так чтобы у вас были эти проблемы которые вы не хотите замечать вы не замечаете свои желания, своё творчество, которое породило все эти проблемы. То есть вы отмахиваетесь от того, что вы сами создали, и этому есть причина. И эта причина, если вами не замечено, будет всё время вас бить по голове. И вам надо задать наконец-то себе вопрос. Зачем я это создал? Почему внешний мир это транслирует? И признать, что это следствие моих желаний, моих поступков, и надо признать очевидность, что, создавая это, я себе преподошу какой-то опыт, его нужно вычленить. Так, понять, зачем нам это надо. А позитивное мышление — это по большей части отмахивание от проблем, как форма, как одна сторона крайности, да, позитивное мышление, как одна сторона крайности, и мы часто в этой крайности находимся, это отмахивание проблемы. Как и другая противоположность, страдать от нытья и проблем, это две противоположности. Надо найти, ну, не середину, а целое, вместе, то есть ныть во благо себе с пользой, с кайфом, с улыбкой, но ныть для того, чтобы вычленить эти проблемы. То есть поныть — это значит, хотя бы взять ручку-листочек и написать себе, выплеснуть эмоции, вот эти вот, написать себе свои проблемы, чтобы их признать потом. Так, окей, хорошо. А теперь я, включая позитивное мышление, задаю себе вопрос, почему это хорошо, нафига я вот это создал. Я признаю, что это есть, да, мне больно, я признаю, что с этим что-то надо делать. И дальше уже с позитивным мышлением придумывать пользу в этом. И тогда реальность уже начинает меняться. И тогда ваше зрение начинает восстанавливаться. Самое, что интересное. То есть позитивное желание, крайняя форма — это нежелание видеть, что мы натворили и для чего мы это сделали. Неприятности — это пропущенные сигналы нашего собственного тела и также события вовне, в реальности. И они будут, эти сигналы, все равно нам сигналить. Сколько бы мы их ни пропускали, они в какой-то форме вылезут все равно более тяжелыми болезнями либо более в тяжелых формах какие-то проблемы внешние вылезут. Но сигналы никогда не прекратятся. Вот сколько бы ты их не игнорировала, они будут продолжаться до тех пор, пока ты с ними не разберешься. Вот. То есть позитивное мышление мы обязательно должны использовать, но не для того, чтобы быть счастливым и не видеть проблем, а наоборот, видеть проблему, поныть с пользой, да, и уже позитивное мышление использовать, когда мы эту проблему трансформируем, для чего она нужна, как её использовать, что это такое. Это я общие какие-то моменты сейчас философские рассказываю. Вопрос только в том, какие примеры могут быть, да, какие примеры могут быть. Например, какая у нас может быть проблема? Я просто не знаю, у меня нет проблем, я ничего не вижу. Хотя у меня зрение хорошо, значит, всё хорошо. Проблема, например, что я не могу сейчас поступить в Оксфорд, Гарвард, Кембридж. Я не прохожу по баллам из-за того, что хочу на другую специальность поступить, а у меня диплом одной специальности, да. Вот это проблема. Так, у меня отключилось. Надо признать, что это проблема. И почему-то это хорошо. Вот здесь я включаю уже позитивное мышление и задаю себе вопрос, а почему это хорошо? И когда я начала этот вопрос разгребать, я тут за неделю нагребла столько интересных моментов, где я могу жить, как выучить, наконец-то, английский, который я 30 лет учу, 40 уже, вот, быстро. И у меня закрылось очень много моих дыр, желаний, где побывать, что поделать, что узнать, чего изучить и так далее. Вот я за неделю закрыла столько нерешённых вопросов только благодаря моему желанию поступить в эти три университета. То есть я сейчас на Изи могу уже поступить к Новому году, я так думаю, либо к январю, либо на следующий год буду готовиться сейчас в зависимости, когда я там документы буду подавать. Поступлю, ну, конечно, не в эти три университета, может быть, в топ-десятки, но я поняла, что мне даже уже не нужен диплом психолога, у меня будет совершенно другой диплом. Вот. И почему-то это хорошо я стала рассматривать. Я не отмахивалась от проблем и не ныла одновременно. То есть я как-то вот это всё использовала. Это вот пример. Как мы разбираем? То есть позитивное мышление, у меня очень много людей, знакомых, подруг, друзей, подписчиков, которые на позитивном мышлении, я их называю такими, знаете, отлетевшими. Вот. Они вечно витают в облаках, все такие ванильно-зефирные, и они меня прям подвешивают реально очень сильно. Вот. И они мир как будто вот прям через розовые очки видят. у них прям всё вот такое вот. И когда... И у них нет, главное, ничего там, ни денег, ни какие-то возможности, ни каких-то там суперпроявлений, которыми они могли бы похвастаться и сказать, я в этот мир что-то там принёс. Вот. Они только говорят о духовности, но при этом эта духовность, она никак не... Ну, как бы пользу никому вообще ещё не принесла. Ни, собственно, ни этим людям, ни миру. Вот. Ничем таким похвастаться они не могут. Но, когда вот я говорю, мне нужно там, допустим, 10 миллионов рублей вот за две недели найти. Ой, ну ты же заколдуешь! То есть они искренне верят, что это возможно. Вот просто вот утром проснуться и всё. Они искренне верят, что они там через неделю вырастут себе зуб вырванный. Ну, то есть как бы вот настолько ванильные и живут в каких-то розовых очках, я вообще не понимаю, как так можно. Вот. То есть это крайняя форма позитивного мышления, ребят. Ну её нафиг. Так. Отмахивание от мелочей влечёт желание не меняться. Читаю дальше. А мы растём, когда смотрим проблемам в глаза, видя в них своё же отражение, где мы себя тормозим в развитии. Ещё не признание проблем или даже так, нет ощущения, что ты творец своего мира и нет ощущения, что весь мир твоё продолжение, что глядя в него мы учимся себя видеть и узнавать. То есть нет вот этого ощущения, что это я сотворил. То есть для меня проблема – это не проблема, я её вообще не вижу, решать ничего не хочу, либо наоборот есть проблема, но я ною. То есть ни в том, ни в том случае я не вижу, что я создатель этого всего и зачем-то это мне надо. То есть здесь мы уходим в жертву в двух случаях. Даже на позитивном мышлении это жертва обстоятельств. А типа всё будет хорошо. Верят в чудеса, в удачу, во что они там ещё верят. Так. Какие у тебя ещё шаблоны по поводу зрения? По поводу зрения психосоматика непременно, что тебя спасут. Ожидание есть шаблона, да, и постоянное разочарование, что этого не происходит. Если встать в позицию наблюдения, что я творец своего мира, то ответственность всегда берётся на себя. И тогда уже спасатели тебя будут тобой. То есть ты сам будешь себя спасать. То есть если ты будешь видеть, что ты сам себя спасаешь или помогаешь себе через внешний мир и людей, то зрение начнёт восстанавливаться. То есть видеть, что помощь тебе приходит не от внешнего мира, а что твоё желание порождает всех этих людей, эти руки и всё, что они для нас делают, что это мы так сотворили, чтобы притянуть вот это вот всё вокруг себя. Когда мы начинаем видеть в себе Творца, что причина во мне и я это всё творю, и помощь приходит ко мне не какая-то левая, а это я её сотворил, чтобы эти люди пришли и помогли мне, то есть это моим желанием эта помощь сотворена. Когда я причину на себя беру, не перекладываю ответственность, что это что-то где-то внешнее на меня влияет, а я так повлияла, то зрение может восстанавливаться, когда причина во мне, когда я вижу причинно-следственную связь, когда я вижу, что я сотворяю то, что вокруг меня происходит, грубо говоря. Так. Ещё зрение нам всегда сигналит близорукость о нежелании брать ответственность на себя. У нас виновата погода, счастливый или несчастный случай, обстоятельства, люди и не мы, причина создания своей реальности. Это важно осознать, что очень часто мы сетуем на то, что вокруг что-то не так. Вот, сегодня дождь, поэтому грустно. когда вы начнёте менять привычки, чтобы на вас не влияли обстоятельства, на ваше настроение, на ваше самочувствие, вот, тогда тоже зрение может быть восстановленным. Внутренние обиды, слёзы, засели, есть какой-то подавленный гнев, туда же идёт скрытность от проблем, типа, это не про меня, я в домике. Когда мир нам сигналит просто массу всего, а мы, меня, то есть, это не касается и кто я вообще такой, мы не хотим смотреть на мир и изучать себя. Здесь всё логично. То есть, ещё вам нужна ценность, есть какое-то обесценивание себя. Внутри пустота, это когда мы не замечаем множество чувств, и её надо наполнить жизнью. кого её? Внутри пустота, а её пустоту внутри. Внутри пустота мы не замечаем множество чувств, надо её наполнить жизнью. То есть, осознать нужно, что я есть, я живу, я дышу, я живой, раскрывать себе вот это вот внутреннее божественное, источник причин всего во мне, внутри. И это достаточная уже причина будет для твоей ценности существования. Но мы обычно себя не ценим, да кто я такой, да я вообще лишний в этом мире, да я никому не нужен и тому подобное. То есть, вот это любое обесценивание себя, обесценивание своих действий, поступков, слов, проявлений, оно тоже очень сильно влияет на зрение. То есть, мы не хотим видеть своё вот это творчество и признавать его. Закрываем на это глаза. Так, теперь затрону астигматизм, потому что астигматизм был в разборе у человека. Так, я загуглила, естественно, с латыни. Астигматизм это отсутствие фокусной точки. Разные участки разных изображений фокусируются на сетчатке, за сетчаткой и перед сетчаткой. В результате картинка становится искажённой и размытой, похожа на плохую собранную постоянно двигающуюся мозаику. Это астигматизм, да? Перевожу. Что это может говорить нам? Мы не можем фокусироваться на жизни, на важном, на реальности. Выше близорубкость было то же самое, то есть не воспринимаем мир таким, какой он есть. То есть картинка мира вокруг нас искажена и далека от реальности, и мы часто пребываем в этих иллюзиях. То есть мы всё, что видим, мы искажаем, одеваем, да, розовые очки по большей части и воспринимаем всё не так, как оно есть на самом деле. Вот, и тут перейду к жестоким словам. У вас есть внутренняя жёсткость, которая проявляется буквально во всём, и эта жёсткость, она приобретённая. Постоянное сопротивление и борьба за своё место, жёсткий и устойчивый взгляд на мир. То есть мой взгляд единственно верный, мы так считаем, а все остальные, кто думает иначе, они все настроены против меня. Вот такая установочка в голове. Подобная жёсткость приобретается во время жизни. И, как я поняла, это был период с 12-15 лет. Ну, это там мужчина писал, что у него в 12-15 лет астигматизм появился, а может формировалось ещё с детства при наблюдении за своей семьёй. По психосоматике пишут, что это вообще часто конфликтные какие-то ситуации, но при этом глубоко одинокие люди, не подпускающие никого близко к себе. Они могут быть даже семейные, но это не мешает их внутреннему одиночеству. Так или нет, смотри, как лично у тебя это проявляется. Подумай, что можешь с этим сделать. Так, это я мужчине писала разбор, поэтому читаю, как написано. Иначе мышление так и будет тебе подсказывать убивающие тебя мысли. Я не вижу смысла в навязанных изменениях, я не прогнусь, я не сдамся, я лучше уйду и покину это место, ведь если меня не принимают, меня уничтожают, значит, надо свалить отсюда. То есть, я не хочу ничего менять, я не хочу других там менять, себя менять, отношения ко всему менять. Вот, я лучше свалю. такие вот мысли в голове проявления стигматизма. Кто себя в этом видит, обратите внимание, что может внешне потом проявляться по здоровью. Так. При этом эти люди вы сами готовы легко при этом создавать новые действия, буквально уходить в них с головой, становиться одержимым всякими изменениями при условии, что они исходят из тебя самого. Ну, а другие, если направят тебя куда-то, всё становится в ступор. сопротивление и упираемся. Так, я тут вижу свою бабушку такую же с этим диагнозом. Её не остановить, любая мысль бежит воплощать. Вот только мысль появилась у моей бабули, да, она сразу бежала её воплощать, просто вот мгновенно, вот её вообще не остановить. Паровоз. Но если ей вдруг что-то посоветуют, скажут, там, супердельная, суперклассная, она же рогом вот так вот тут прётся, нет, вы все не правы, одна я права. То есть это настолько упрямство стоять, не гнуться на своей стороне, вот прям вот. Я не хочу видеть, как мне что-то там советуют, помогают, направляют, какую-то дают там любую там помощь, неважно, в действиях. Нет, я не приму, я упрямо, всё, вот стою на своём месте, меня не согнуть. И всё, я остановилась, и я буду вот отстаивать свою позицию. Но когда никого вокруг нет, всё, я начинаю бежать и не остановиться, вот прям мысль за мыслью, перемены за переменой, делаешь, делаешь, тут же пришла мысль, бросаешь, идёшь, новое делать. То есть здесь из крайности в крайность человека толкает, поэтому вот такая искажённость и в зрении получается. если моей бабушке что-то было нужно сказать, всё, она упрётся принципиально и всех же обвинит, что её чуть ли не убивают этой просьбой. Например, она хотела, пример из жизни, она хотела сделать в доме ремонт, как только приехал её внук менять полы, она вызвала полицию, что рушит её дом. Это была реальная история. Она ходила мне, папе, дяде, сестре, всем жаловалась, что вот, надо дом отремонтировать, давайте полы делать, то, сё. В общем, сколько я это слушала, как она говорит, вот, нет, чтобы внучки пришли ко мне, или сыночек, или дочка, взяли, это сделали, я всё там сама на горбу тащу. Сыночек, ну что, закупил материалы и приехал, внучочка, не мой братик двоюродный, приехал, материалы закупил в дом, начал полы снимать, чтобы новые положить. Она вызвала полицию просто, дом рушит, всё. И эти мелочи, ну, каждый день были. И вот у неё реально был стигматизм. Это, конечно, сейчас читаю, вспоминаю, думаю, офигеть просто. так. То есть мы должны сделать выводы с вами, вспоминать, что любую помощь обязательно, да, особенно у тех, у кого хромает зрение, да и не только, это вообще для всех, любую помощь мы учимся принимать с кайфом, восторженно, вот, понимая, что мы сами себе помогаем просто через других. Это наше было желание, встречное, встречное, потому что причина в нас. И мы порождаем эту реальность, мы порождаем этих людей, которые приходят нам в чём-то помочь. Это наше было желание. Вот. И принимать. То есть отсутствие фокусной точки при стигматизме здесь отражается как сверхзацикленность на самом себе и постоянном ощущении одиночества, опасности, покинутости, ещё, да. И, кстати, в роговичной деформации огромную роль играют и спазмированные глазодвигательные мышцы, то есть твои действия, видеть шире ситуацию, также спазмированные, мышцы атрофируются, то есть способность видеть мир шире отсутствует, да, упрямство приобретает космические масштабы и, естественно, отравляет жизнь и влияет на наше зрение. то есть спазмированные наши мышцы, да, видеть ситуацию шире. Не хотим, мы зациклены вот на чём-то таком, наше упрямство настолько прям на себе. Вот я одинокий, мне никто не хочет помочь, все помогают, мы это не принимаем сами, мы сами не замечаем, мы не хотим этой помощи, и ноем, сидим, что вот никто не помогает. Вот такие противоречия. Всё это могло начаться в подростковом возрасте, мужчине пишу, с того, что ты, возможно, не мог выстоять против прессинга и давления или изначально имел мягкий покладистый темперамент, уж не знаю, и не сопротивлялся покровительству гиперопекающих родителей. Блин, пока выговорилась, сорян. Поразмыслинно над этим и скажи мысленно своим родителям, что сейчас ты уже вырос и больше тебе не нужна их опека. Поблагодари их ментально, да, просто закрыв глаза, за их любовь, обними и теперь сам себе скажи, что ты волен выбирать, где на пользу быть тебе жестким, а где на пользу быть мягким. То есть изначально характер был мягкий, да, родители хотели как лучше, задавливали с прессингом и помощью, да, и человек просто вот в такие рамки. Теперь он просто боится эту помощь получать. Вот, то есть спасибо родителям, скажи, что учили тебя качеством тоже прессовать себя, чтобы заставлять себя там меняться, заставлять себя там принимать помощь, заставлять себя идти и делать то, что ты хочешь, заставлять себя видеть шире. То есть они вот всё, что тебе показывали, что тебе не нравилось, да, вот это можно всё на пользу придумать. Например, шаблоны мышления жёсткости и жестокости от родителей, которые ты видел. Будь жестоким, жестоким по отношению, например, к лене, не прогибайся под проблемы, жестоко расправляйся с трудностями, жестоко расправляйся с апатией, будь жестким к себе и судя по психосоматике, ну, жестким по отношению к себе, чтобы там, я не знаю, не лениться, не токсичить, расправляйся быстро, жестко, четко, да, как, насильно с тем, что мешает тебе жить, вот, грубо говоря, да. Но если ты просто будешь жесткий сам к себе, не позволять никому тебе помочь, не пытаться видеть там мир шире, заставлять себя быть там максимально правильным, хорошим и в комфорте, то вот это не принесет пользы. Вот, сам по себе внутри ты мягкий, пушистый, добрый, дружелюбный, общительный, готовый прийти на помощь, вот, и чаще ты не будешь отстаивать свою точку зрения, хотя, скорее всего, все равно останешься при своей точке зрения. Внешний, неконфликтный, готовый уступать, а внутри все копится, то есть ты уступил, такой добрый, дружелюбный, классно все, подавил вот это вот в себе, а внутри копится. И вот ты приходишь домой и вываливаешь все на семью, срываешься, а может, жестоко даже себя ведешь. Всегда присутствуют какие-то у тебя две крайности, то есть чем мягче ты внутри, тем жестче ты внешний, чем жестче ты внешний, тем мягкий и пушистый там прячется внутри внутренний ребенок, который иногда даже плачет. Дальше. Одна сторона медали всегда растет диаметрально одинаково с другой стороны медали, то есть вы можете по людям вокруг себя тоже заметить. если вы видите человека, который максимально такой прям добрый, хороший, в тихом омуте черти водятся. Всегда знаете об этом. А самые там какие-то сильные люди, которые вот прям все на показ, которые ничего не боятся по жизни, они внутри боятся всего, да, но они это пытаются компенсировать внешним и специально не показывают вот эту вот ситуацию. То есть, что вот если я чего-то боюсь, я внешне никогда это не покажу, я наоборот это буду гипер показывать, что я наоборот этого не боюсь. Я всю жизнь боялась, ну там, высоты, допустим, поэтому я всегда прыгаю с тарзанок, с высокой, самой высоты, какой можно, там, в море, в бассейне на самую высокую вот эту вышку забираюсь прыгать, сколько она там, 10 метров, параплан, парашют, на самолете свободное там вождение самолета я проходила и эти, как сказать, что у меня опять с памятью, она какая-то избирательная. Мы делали свободное падение с тренером, почку, бочку, бочку, блин, почку, бочку, потом мертвую петлю и так далее на маленьком таком самолетике двухместном. И я не боюсь вот этого всего, потому что внутри больше всего этого боюсь, поэтому и внешне я вот так. Я боюсь людей, боюсь социума, поэтому я максимально много проявляюсь во внешне всегда с людьми в социуме. То есть, блин, две крайности всегда. Они вместе прямо пропорционально. И вот вы видите мягкого, пушистого, покладистого человека, познакомились, понравился за то, что он такой хороший, он вас так абьюзить будет дома, вы даже не представляете. Потом все это вот шелуха раскроется и вы увидите. Либо наоборот, очень жесткий человек, он на самом деле внутри такой котеночек, вы просто пока не видите, он это прячет почему-то. Ну, опять же, из-за шаблонов мышления. Так. То есть, здесь мы, рассматривая стигматизм, говорим о том, какие люди, да, они могут внешне очень жесткими быть, не прогибаться, вести себя внешне жестко там в семье, в любом месте. а внутри прям вечно беспокоиться от своего вот этого мягкости, одиночества и так далее. Либо наоборот, можно быть внешне очень мягким по жизни, да, но внутри будет вот эта жесткость и этот человек может жестко обращаться к самому себе, к животным, что никто не видит. Там в тихом омуте будут какие-то жесткости прям жестко присутствовать. Вот. То есть мы прячем то, что боимся и противоположно пытаемся вот выпить специально, чтобы не заметили. Если у нас вот эти крайности присутствуют, то у нас идет постоянное напряжение. Это напряжение сказывается на зрении. Сейчас мы же про зрение с вами говорим. То есть важно найти сейчас, если мы будем выписывать все вот эти качества, важно прийти к общему знаменателю, взять жесткость, мягкость привести к целому, трансформировать шаблон, следить за правильным применением и автоматически неправильное применение уже будет отсутствовать. То есть нам надо научиться, где быть жестким, к чему быть жестким, я выше читала, где быть мягким, то есть на пользу начать использовать вот эти вот чувства, трансформировать шаблон. Так, что еще здесь есть? Отсутствие фокусной точки обозначает, то есть я не вижу, куда мне идти и мне страшно смотреть в будущее, я не знаю, как правильно жить. Вот эти вот шаблоны, они постоянно вгоняют человека в страхи, в нервное напряжение, да, и отсюда падает зрение. Надо трансформировать такие шаблоны, я не знаю, знаю, то есть не вижу, надо научиться видеть реальность, как есть, и шаблон правильно, неправильно. Надо обдумать, а действительно ли мы что-то знаем на самом деле, вот шаблон знаю, не знаю. Вообще супер ничего не знать, я не знаю как, но мне интересно понаблюдать, как это все идеально сложится, это самое лучшее, по-моему, да, не знать. Вот. Если мы уже что-то знаем, мы точно идем не туда, так как знание это опыт, который мы уже набрали, проходили, а зачем нам идти в старый опыт? Нам нужен новый опыт, поэтому знать, куда идти, нам и не надо на самом деле, да, важно научиться жить здесь сейчас и не знать, просто идти кайфовать по этой жизни играючи, да, наслаждаясь этой жизнью. И нет, шаблон правильно-неправильно, нет никаких правильных и неправильных путей, есть только какой-то опыт. Доверься себе и пусть ориентиром служат вопросы, а это будет меня развивать то, что я буду делать, принесет ли мне это пользу при выборе, да, смотреть вперед, чтобы увидеть больше можно через эти вопросы, какую пользу я могу получить, надо ли мне идти на новую работу, например, да, я могу получить там новые знакомства, я могу получить там опыт, я могу получить там знания, я могу получить там мастерство, но это же здорово так думать, да, если вы там что-то можете получить, то смело вы можете идти туда, пробуйте но если только ради денег то конечно туда лучше не идти тут очевидный выбор и дальше я мужчине рекомендую заказать магическую таблетку на зрение ее надо читать слушать постоянно пока не заложится привычка по новому мыслить там я раскрываю глаза и взгляд на мир я там собрала все шаблоны мышления которые не дают видеть до трансформировала преобразовала их в новые установки устойчивой нейронной связи нужно будет создавать постоянно прослушивая который надо осознать как это сделать текст получает мужчина читает его на аудио и слушает каждый день там в течение там пару месяцев чтобы у него заложились новые установки по жизни вот трансформированные шаблоны чтобы все на пользу уже работали так следующий разбор про тестостерон и атеросклероз так проблема еще с яичками гипофиз плохой кровоснабжение лишний вес вот это все я буду разбирать в следующем видео ну его нафиг сегодня мне что мозг отключается не спала двое суток ты честно говоря мне поэтому сложновато в английский мне тест надо срочно сдать так если что-то кто-то писала сейчас посмотрю люди входят и выходят я помню тебя в пижаме года три-четыре назад мне нравилось ты живая да и в пижаме вот месяц назад выходила также ничего не меняется так сохраню эфир интересно рассказываешь послушала бы еще с удовольствием отлично что про обморок вы тут говорите рассказать про обмороки но это тема будет на других эфирах вот если есть какой-то вопрос по теме зрения да или что непонятно я сегодня объясняла почему идет дальнозоркость у человека и астигматизм и зрение у него минус сейчас скажу какое я рассматривала в рамках близорукость минус 4 астигматизм левый глаз один левый глаз это еще желание я поэтому упор делала на желание вот и слезоточение покраснение постоянное и у него и у дочки вот и 15 лет зрения полда минус 1 и ухудшалась раз пять лет меняю очки короче человек слишком жесткий вот и мягкий одновременно не хочет видеть реальность не хочет ее признавать ну ему надо марку держать он муж семейства да там глава семьи надо ну как бы надо быть сильным надо как он себя чувствует да надо там и за дочкой смотреть и за женой и поэтому он на себя наплевал понимаете вот и зрение пипец пошло понятно что мы должны ответственность нести за всю свою семью и за жену и за детей и строить отношения и так далее но себе тоже нельзя забывать да что мужчина обычно ну вот с таким вот характером который я сегодня описывала делать не принимает помощь никакую да что ему не скажи он даже если внешне согласится внутренне все равно не будет согласен все время будет стоять на своем не хочет видеть разные стороны медали да что еще если вывод такой сделает ну и принять у него хромает у него все виноваты вокруг да обиды постоянно вот эти внутри копятся что что-то вот все не так правительство вот это начальник там не так дождь пошел машина там сломался машина виновата и дождик виноват все вот все вокруг причина они в нем внутри поэтому ему сложно что-то поменять жизни до чтобы лучше зрение но все время падает то есть он все хуже и хуже воспринимает этот мир ну реально как вот он есть все больше и больше уходит какие-то иллюзии люди еще в иллюзии уходят когда начинают злоупотреблять едой алкоголем и всем таким вот чтобы вообще свалить с этого мира и жить там не то что в розовых очках я не знаю так что вот ну все вопросов нету я думала вот хотя бы я что-то говорю зададите но не задали ладно спасибо что сегодня прослушали шестую серию разбора психосоматики многие мне спрашивают разбери вот это разбери вот это разбери вот это я все разбираю за что мне заплатили то есть у меня вообще нет времени но когда у меня есть деньги я нахожу на это время разбираю и если с позволения мне одобрят уже написанный текст который написала за деньги рассказать в эфире я читаю рассказываю вот то есть я готова материал рассказываю с нуля сейчас без денег я не буду работать мне нужны денежки я поняла что бесплатно я уже все дала что можно да у меня youtube 500 видео выложено это уже достаточно 500 видео даже на по часу 500 часов видео записано 500 часов ребят 500 часов это сколько времени жизни своей убила бесплатно для вас ну как бы и тогда сколько всего сделала я разобрала в этих видео наверное всю психосоматику всех там органов болезни и за все это время сколько записывала и по проблемам и по здоровью внешние проблем внутренним поэтому заходите на видеоканал телеграм есть поиск набирайте там по ключевым словам например отношения там долги деньги там муж пьет алкоголь там наркомания пофигу что да и будут выпадать видео с упоминаниями об этом если там есть тайм коды если тайм коды не отсутствует потому что не на всех видео есть там тайм коды то хотя бы если эти слова и в заголовке к видео то будут там ответы плюс еще у меня во всем видео в любом видео даже допустим о психосоматике можно просто послушать и решить вопрос деньгами то есть вообще не важно какое вы видео возьмете я везде говорю одно и то же ничего абсолютно вот разного и от видео к видео у меня нету все одинаково можно прикладывать это ко всем обстоятельствам жизненным да все ответы они на самом деле собирается в маленький чек-лист который называется 60 точек обзора закажите у меня стоит я не помню там сколько чашка кофе 60 точек обзора смотреть на мир кстати этот чек-лист выпущен был лет пять назад и он до сих пор актуальный актуальный что там даже добавить нечего вот просто выучите эти 60 точек обзора как смотреть на этот мир и у вас уже на 180 градусов поменяется жизнь а потом еще раз на 180 то есть правильно пойдете но уже оглянувшись вот так по сторонам и будете видеть больше чем вот вы сейчас видите да что происходит так что думаете про аскезу все абсолютно в этой жизни можно использовать как в пользу так и в минус если она вам нужна вы хотите горите вам интересно попробовать пойти в это новое если у вас есть ну как воодушевленные рассказы близких людей вы об этом наслышаны хотите попробуйте конечно идите в новое кайфуйте вот наша жизнь эта игра не нужно воспринимать вообще ничего серьезно и просто все что мы делаем перед тем как выбрать да надо задать себе вопрос а это принесет мне пользу зачем мне это надо какая цель в этом насладиться жизнью получить какой-то опыт просто кайфануть потому что ну для этого хочу все это достаточная причина то конечно туда идите чтобы это приносило пользу и вам и людям если это вас развивает если это не вредит миру не убивает ваше тело не убивает мир людей не убивает желание что-то делать идти то вам обязательно туда нужно просто есть многие вещи которые как сказать например я хочу пойти алкоголь попить это не значит что я так хочу это достаточная причина вот нифига это не я хочу блин там и паразиты и шаблоны мышления и вообще уход от реальности я хочу себя убить этим алкоголем да надо себе задать вопрос а какая польза вообще в этом не ухожу ли я от реальности я себе врежу или пользу приношу это даст мне здоровье это даст мне знание это даст мне опыт это принесет пользу миру это осчастливит кого-то вообще вокруг меня если у вас все да 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 идите бухайте вот но вряд ли вы получите там да 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 то же самое берете спрашиваете аскеза берется на желание окей и задаете себе вот вопрос какая польза миру будет после того как я пройду эту аскезу что я дам этому миру до после того как даже не после того а во время того как я буду проходить эту аскезу вообще что будет чтобы что для чего и дальновидно так смотрите вообще на все мы часто не хотим вообще смотреть что зачем стоит за каждым желанием стоят всегда определенные чувства которых нам не хватает здесь сейчас и мы думаем что мы сначала чего-то там достигнем чего-то пройдем и это получим но внешним эти чувства внутрь не запихнуть их надо изнутри рождать и костыли вот эти внешние могут вам помочь эти чувства взрастить но это будет какой-то временный искусственный эффект вот надо учиться по-настоящему давать эти чувства себе например чувство безопасности мне закроет мужчина которого я найду на самом деле нифига если я внутренне чувствую опасность к этому миру да у меня татуаж стрелки чувствую опасность к этому миру то что то хоть тысячу мужчин вокруг меня будет миллиардеров там сильных там как их называют-то защитников вот так вот вокруг себя поставлю там доспехи одену стену в оружие все я все равно буду в опасности внутренней постоянно что вдруг это все быстро исчезнет я еще больше буду беспокоиться то есть никаким внешним вообще желанием достигнутым внешне с помощью которого я хочу чего-то внутреннего получить я не могу вы это внутреннее получить понимаете это самообман это иллюзия то есть если вы хотите достигать не для того чтобы достигать действительно для того чтобы наслаждаться процессом этой жизни и жить здесь сейчас идя по вот этому пути где есть какой-то там ориентир и вам не конечная цель важна процесс тогда классно все все у вас будет хорошо и в порядке но если вам процесс не важен да только цель то в конце цели будет всегда разочарованы и это всегда будет бить по голове и вы всегда будете отбирать у себя энергию и всегда будете что-то разрушать и проходить уроки бить себя по голове и здравствуй грабли наступать с проблемами потому что вы не понимаете вообще что вы делаете вы прожигаете жизнь поставить какой-то маяк который вот я хочу сейчас достичь там сегодня я хочу купить завтра машину завтра я хочу купить через три месяца дом и пока вы идете не видя вокруг себя ничего отказываете себе во всем то есть получается вы не живете вот этим вот этот процесс пути до дома до машины да да он вам не важен не нужен вы просто как отбирайте у себя время жизни вот вам дали короче короткий срок жизненный дать чтобы жить эту жизнь ну зачем мы лучше будем достигать каких-то точек которые достигнув якобы да я буду счастлива в этих точках нифига всегда разочарование вот поэтому задавайте вопрос а зачем я туда иду зачем я этого хочу что за этим стоит а чтобы что будет ли им польза мне в этом а вот этот процесс мне будет радовать так что обращайте на это внимание все я ушла пока пока спасибо что были со мной